Друзья мои, всем привет! Предупреждаю заранее, что вы сейчас увидите на своем экране очень большой спойлер. Прям офигенно здоровый спойлер. Так что кому это неинтересно или кто не хочет узнать, что будет в дальнейшем в Subnautica Below Zero, не смотрите данное видео. А кому интересно, погнали! Unknown Worlds Entertainment представляет, как обычно. Начинаем с нуля, чтобы показать, что у нас случится в дальнейшем. Как разработчики меняют игру? И что? Что мы там ищем? А, мы ищем это. Конечно, нам звонит Сэм Гудл, так что само собой отвечаем. Нам даже не дает сейчас возможности. Тыкать или нет? Повторяю, немедленная эвакуация сектора 0 на космическую станцию Веспер. Сэм, что происходит? Метеоритный шторм. Были помехи, а он ближе, чем они думали. Как скоро? Минут 10. Джефф, ты меня слышишь? Робин, мы это сделали. Я перевел команду пробуждения. Ты совсем не вовремя. Мы эвакуируемся. Помехи. И вот улетают вот эти вот корабли, которые улетают куда? Улетают на станцию Веспер, друзья мои. Да, мы это видели, как бы, мы эту вот заставочку видели уже сто раз. Но как улетают корабли на станцию Веспер, кстати, это у нас обновленная станция Веспер. Но это очень круто. Это постепенно игра все-таки начинает радовать. И что у нас здесь возле нашей базы, друзья мои? А здесь есть эвакуационный такого челнок. Мы его можем сейчас осмотреть, как он выглядит вполне вроде бы целенький. Потому что в прошлой серии мы вроде бы показали, как он выглядит разбитым на 4 игрока. Ну, а я иду в пещеру за Джеффом. Все, как обычно, Джеффа здесь нет. Так что мы уходим отсюда тихонечко. Уходим на нашу станцию обратно. Как обычно, путь завалило. Все по-прежнему, короче, ничего такого странного. Вот Джефф улетает, как вы замечаете. Вы заметили, да? Он улетел, блин. Это может быть Джефф только. Но куда он летит, мы говорим. Я уточню. Где ты? А все еще иду на базе. Теперь это мое лучшее. Что-то там это будет. Базы, короче, сейчас не будет. Все, как по-прежнему, осталось. Все круто, обалденно и превосходно. Прыгаем вниз. Все, базы нет. Само собой. И пошли. Сейчас я вам покажу, что будет. Отлично, мы вылетаем из воды. Робин, ответь. На связи, я в порядке. Смотрим на станцию. Оставайся на месте, я буду на очагу. Я сбрасываю спасательную капсулу. Робин, остальные успели улететь? Вы нашли Джеффа? Еще идет подсчеты. Смотрите, станцию взорвали. Метеорит попал в эту гребанную станцию. В станцию Веспер. Сэм, ответь, Сэм. Сэм не отвечает. И нам по-любому успели выкинуть вот эту вот шлюпку, так скажем, да? Эвакуационный... Ну, не эвакуационный, а этот спасательный модуль. А станция, кстати, Веспер, она уже не статична. Она будет двигаться по данной карте. Вы как заметили, сейчас там, там даже идет дым от взрыва. Станцию взорвали, поэтому она движется, я не знаю, вот вправо походу, да, движется. По кругу, наверное, будет двигаться. И сейчас дымит. Идем дальше. А это еще что за фигня такая? Этого раньше я не видел. Вот этого я, кстати, только сейчас заметил. У нас мы очень близко к базе, 200 метров, да? Я заметил вот такую вот штуку. Секундочку. Чего же вы здесь, маленькие мои, делали? Кого вы здесь ловили в эту клеточку? И там у нас электричество. Смотри-ка, да? Что, не больно? А, понятно. Я же дамаг убрал, давай посмотрим. О, больно, 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 больно. Конечно, ей больно. Само собой, ей больно. Прикольная штука, кстати. Здесь какие-то эксперименты делали. А можно мне подняться наверх? Так, господа, у вас тут лесенка есть? Есть. Это тоже новенькая, новенькая штука. Что мы здесь забираем? Строитель. Шикарно. ПДД. Исследование фауны. Вот чем они там занимались. Понял. Здесь что у нас такое? Здесь еда. И тут больше ничего такого интересного. Прикольное местечко. Тоже из какой-то обновы. Офигенно. Ну, там снизу, опять же, сразу есть. Вижу какие-то эти технологические штуки. Но это не сейчас. Это не сейчас. Ну и само собой, все вы знаете историю данной игры. Именно с Анатика Below Zero. Нам нужно вначале, нужно посетить Алана, который... Да, это здесь ты хранишь свои данные, да? Мы должны себя, во-первых, хотел сказать, что... Ой, загрузить в себя Алана. То есть мы как бы этого делать не будем. Это сделает сам Алан, друзья мои. Это очень просто. Все будет прям моментально быстро. Он сейчас с нами общается. Он говорил, что у него разрушается система памяти. Ему нужен... Донор, скажем так, чтобы туда загрузиться. Но мы еще не знаем. Персонаж наш не знает. Что он сделает? А сделает он следующее. Да. Она подумала, что он хочет загрузить... Да, в КПК, блин, хочет загрузить свои данные. Жесть. Она даже выдвинула руку с КПК, блин, чтобы он туда загрузился. А он, говнюк, нас подставил. Жестко подставил. Он загрузил себя, сволочь такая, в нашу голову. В голову нашей героини. Это жестко. Это очень жестко. Что случилось? Тебе трынец, передача завершена. И что же будет являться нашей задачей, друзья мои? Мы сейчас должны будем... Ну, как бы не сейчас, но по-любому наша героиня захочет вытащить этого Алана из своей головы. Да, мы как бы его здесь загрузили себе в голову. И надо будет выгрузить. А для этого, вот именно здесь начинаются обновления. О, привет. Стоит поглядеть. А я не могу различить. Тогда зачем, говоришь? Возможно, это стоит исследовать. А мне тоже интересно. И я вас сейчас буду, как бы, проводить, ребятки. Я вам покажу пару мест, где мы должны будем найти части именно тела. Да, ой, какая здесь у нас пыльца из этих... Из этих цветков-то, а? Охренеть. Короче, да, я вам покажу части, вот эти вот, то есть места, где мы можем найти части тела Алана. То есть не самого Алана, а чего-то, типа, пришельцев, чтобы Алана выгрузить в другое тело. Это очень-очень важно. Вот такое вот место. Смотри, пыльца даже тут растворяется вот так вот в воздухе. Я думал, только в воде. Она и в воздухе так же двигается. Как это... Стой, стой, а что ты... Почему нам это вот не дают туда пройти? В смысле? А вот у нас первая частичка. Первая, друзья мои. Нам нужен сканер. Да? И вы правы. Мы сегодня его создадим. Мы создадим тело. Инопланетное тело, чтобы выгрузить этого говнюка, блин, из моей головы в свое тело. Компонент архитектора. Вот так называется. Это что-то на что похоже вообще? Погоди, это похоже на лицо или это все-таки торс чей-то? Можно подумать, что здесь, смотри, глаз-глаз, рот. Я не знаю. Давайте просканируем и посмотрим, что это такое. Потому что, блин, мы сегодня это сделаем. Я не знаю. Ткани архитектора. Загружены данные. Давайте глянем. Образец инопланетных тканей, похожих на кожу. Ткани, которые ты просканировала, разработаны из ДНК 27 различных инопланетных видов. Вы много где были? Вы встречали других космических пришельцев? Нет, не встречали. Так наша встреча это для вас значимый момент. Я об этом не задумался. Разве тебе не любопытно? Почему мы единственные? Пережить угрозы технологического развития статически маловероятного. Эволюция благоволит тем, кто не различается чем-то там. Думаешь, дело в везении? Мы упорно трудились. Вы, возможно, нет. Говорит Аллан. Ха! Однако, блин. Прикалывается еще. То есть его раса много трудилась, чтобы они эволюционировали. И чтобы их раса как бы не сдохла. А наша раса, видишь ли, не смогла. Че поделаешь? Друзья, идем ко второй точке. Я был отлучен от своего народа очень долго. Но я помню, что здесь поблизости есть кое-что ценное. Была бы твоя память не такой избирательной. Это и твоя память тоже говорит нам. Аллан, мне отсюда надо выбраться. Давай, давай. Не могу из-за маленькая. Есть. Это вторая точка, где мы с вами тоже будем что-то очень интересно сканировать. А это у нас будет, если не ошибаюсь, рука. Давайте я вам покажу, где это, что это. Это вот такой вот комплекс. Называется Arctic Spire Cage. И он закрыт. Я по-любому сюда не зайду обычным путем. Если я не ошибаюсь, это... Сейчас, погоди. Вот так вот. Мы сейчас находимся, если я не ошибаюсь, там, где очень много этих вот говнюков в зимнем биоме. Смотри. Да. Да-да-да-да. Как его? Где червь спаунится и так далее. Вот в этом вот месте мы, само собой, находим эту вот зону, друзья мои. И вот наша героиня. Вот она. А сканировать нам нужно вот эту вот штуку. С дополнительными данными мы сможем построить альтернативный органический носитель. Для нас нет разницы между телом и личностью, которая его населяет. А для тебя? Личность скорее модель, нежели материя. Я идея. А не набор физических компонентов. Тогда почему вы не сидите в безопасности внутри своих компьютеров? Потому же, почему вы не сидите в безопасности на своей родине, родной планете? А почему бы нам не скопировать тебя в ры... Чё, в рыбку? Во-первых, это ещё сильнее... Чё-то там это вот. Во-вторых, тебе может не... И не нравится ездить с пассажиром, короче... Быстро меняют. Нет, я указываю тебе, что делать. Сэм бы тебе сказала, как редко это срабатывает. К счастью, для тебя наши нужды совпадают. Можешь ещё что-нибудь рассказать? Какие форматы тебе предпочитаешь? В основном слова. Я добавил информацию в твою базу данных. Короче, спор тут шёл. Так, давайте мы сделаем Гоуст обратно. Отлично. Кто кому как бы должен, и кто кому может чем-то помочь. Что ж, давайте просканируем. Он заявляет о том, что он как бы помощи не просит. А он наоборот. Говорит нам, что делать. Вот такой вот говник. Идём к третьей точке. Зачем выбирать одну форму, когда вы можете выбрать любую другую? Схожесть это практично. А ради забавы? Ты говоришь об играх? Притворной деятельности? Само собой. Мы их оставили, как только завершили усовершенствование. А как вы развлекаетесь, когда вы не работаете? Мы не делаем таких развлечений. Развлечений. Но как же музыка, искусство, самовыражение? Мы выше таких чувственных удовольствий. В чём тогда смысл? Каждая форма жизни, которую я встречала, выживала не просто так. Разрабатывая и делясь информацией по сети, мы исследуем мир. Не видеть чужими глазами, но понимать чужие идеи. Ты говоришь о мыслях? Скорее осознание, когнитивное, чё-то там это вот. Так вы что, любите мечтать? Пожалуй, это ближайшее сравнение. Я чувствую слабый сигнал одного из наших комплексов поблизости. Ты больше ничего не знаешь? Большая часть моих знаний была утеряна при резервной копировании. Возможно, я что-то вспомню. Ну давай посмотрим, что он вспомнит. Сейчас зайдём посмотрим. Вот это у нас третья локация, где мы... Ну как бы, их можно чередовать, можно эту брать первую. Но это у нас третья локация, где мы тоже просканируем очень важную часть тела Алана. Если вам интересно, друзья мои, если вы хотите увидеть продолжение вот этих вот, так сказать, новостей, то поставьте пальчики вверх, и само собой будет всегда освещаться вот такие вот моменты. Смотри, это чё за меня? Как же всё обалденно смотрится. Вообще поработали на славу. Это чё такое? Это как будто... Это как будто или скелет? Или как будто череп? Чего не знаю, того не знаю. Но это смотрится обалденно. Давайте. Давайте. Компонент архитектора. Третья часть. Составные части архитектора. Офигенно слючей. Алан, что я только что просканировал? Ты зондируешь мои уязвимости. Мне любопытно. Ради чего? Просто так. Как для тебя выглядела жизнь до всего этого? Мы посвятили себя синг... Не к теме, короче, л-б-б-б. Что вам ещё осталось исследовать? Физика — это деление сложных частей на более мелкие, предсказуемые части. А всё, что ты найдёшь, можно разделить снова. А что насчёт разногласий? А в наших мирах работает... Работать не обязательно. А в сети свободных чё-то там... Разногласия редки. Значит, ни конфликтов, ни давления. Неужели всё правда так мирно у вас? Тревожность происходит от... Чего-то там? Погоди. Если мы испытываем тревогу, мы что-то там будем. Мы получили достаточно данных для восстановления нового носителя. Это возможно только в специально спроектированном для этого комплексе. Ты не испытываешь такого же облегчения, что и я. Моя стратегия выживания различается. Облегчение означало бы, что... Блин, я смотрю на картинку и читаю, это нереально. Давайте посмотрим на эту вот штуку. Короче, нам сейчас нужно будет пойти в зону, где мы сфабрикуем его тело. Скелет, органы и его... Ну, кожу, что ли. Всё. Интересная штука. Погоди. Чё такое? Тебе не нравится моё присутствие? Нет, просто я ценю независимость для нас обоих. Тогда почему ты не запрашивала мой недавний статус? Простила. Как у тебя дела? Дело нормально. Номинально. А помимо этого, это всё. Да, мы спросили, короче, его, а как долго вообще займёт, чтобы я тебе сделал этого тела, и чтобы тебя выгрузить туда? Ему это не понравилось. Он опять ощущает какое-то присутствие инопланетной хрени. Это уже меня... Опля. А вот и комплекс нарисовался. Друзья мои, именно в этом месте мы сделаем тело этого говнюка. А чё со звуком? Изготовитель в одном... в этом комплексе может построить новый носитель. Это я понял. У нас есть нужные чертежи, и нам необходимо только сырьё. И потом мы сможем вытащить тебя из моей головы. Я тоже очень этого жду. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это вот крутяк. А это уже покруче. А у нас есть флэшлайт? Погоди. Айтем... стой. Айтем... Флэш... Лайт. Отлично. Ну. Посветим, немножко посветим, то есть... Охренеть, какие штуки у нас тут разработчики вырабатывают. Прикольно. Кстати, я вам хочу показать, где находится этот комплекс. Сейчас мы выйдем. Мне просто самому это интересно, потому что я первый раз это делаю. Охренеть. Так эти же места, блин, ещё найти надо. 1700 метров от нашей первоначальной базы. Базы, базы. И плюс такая вот... У нас тут атмосфера. Мне кажется, я тут видел... Да, теневой Левиафан. Здорово, чувак. Как ты там? Чувачила! Ты сюда, блин, куда ты прячешься? Вот. Почему вот в таких вот местах, ключевых местах игрового геймплея нашего, да, всегда вот эти вот места находятся с такими вот, блин, ну серьёзными врагами, потому что это почти что боссы. То есть, чтобы пройти к этим вот местам, тебе нужно проходить этих вот боссов. Жёстко, жёстко сделаю разработчики. Ну, это очень круто. Давайте мы ускоримся. Отлично. И сделаем... Блин, ну круто, смотрится офигенно. Пошли тогда делать его тело и выгружать этого говнюка из моей головы. Вот так вот. Рыбки здоровы... Ох, ты ж, ё-моё. Что нам нужно было для этого? Почему мы это всё сканировали? Когда мы первый раз заходим в этот вот комплекс, эти вот стенды, они нулевые. То есть, здесь ничего не происходит и даже не нарисовано ничего. А так как мы просканировали с вами чертежи, сейчас я вам покажу, этого говнюка Алан, то есть, именно скелеты, вот они, они находятся вот здесь. Скелет архитектора, мы его просканировали с ткани архитектора и органы архитектора. Это не какой-то там предтечи, предшественники и так далее. Это какой-то архитектор, друзья мои. Его называют архитектор. Так что, смотрим. Для каждого стенда нам нужен определённый... определённый... Вот здесь нужны ткани архитектора. Это то, что мы в первую очередь просканировали. Здесь нам нужен скелет архитектора, то есть, то, что мы сканировали скелет. И тут нам нужны органы. Здесь мы сделаем орган. Для чего нужен ионный куб, пластолевый слиток, бензол и полианилин. Хорошо. Для этого нам нужен только пластолевый слиток, бензол и полианилин. Блин, это прикольно знать. Это ещё могут изменить, потому что у нас всё-таки ранний доступ. А здесь нужен пластолевый слиток, бензол и полианилин. Для того, чтобы это всё у нас создалось... создалось быстро, зашёл в креативный режим и погнали. Начинаем, друзья. Ткани архитектора создаются. Смотрите, как они создаются. Это как будто 3D-принтер современности, потому что сейчас же есть такие 3D-принтеры, да? Да, вот это вот всё сделано. Дальше. Используем. Скелет архитектора делается таким же образом, забираются все ресурсы нужные. То есть сюда приходить уже желательно с этими ресурсами. В первую очередь мы... Блин, как же это прикольно. Смотри. Офигенно скелетик выглядит. А в первую очередь мы, когда сюда зайдём, мы сначала посмотрим, что же для этого нужно. И только тогда мы пойдём опять же на базу. Но я имею в виду в выживании. И тогда мы пойдём на базу. И сможем на базе создать все вот эти вот предметы. Изготовитель готов. Процесс можно запустить с терминала. Охрененно. Да, он взял вот эти вот образцы. И как я понимаю, я сейчас могу нажать на вот эту штуку, да? Начать изготовление носителя данных. Офигеть. Круто, 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 круто. Обалденно. Давай. Начинается изготовление носителя. Ёлки зелёные. Офигенно. Создаём его. Ткань. Скелет появляется. Ну и где-то там органы где-то уже сделались. Жесть. В таком вот сосуде... О, ё-моё, он здоровый. Четырёхногий. Жесть. У него четыре ноги. Кру... Тя... Изготовление завершено. Воу-воу-воу-воу-воу. Что дальше? Ха! Это он пока что... А чё это левитирует, я не понял. Они левитировали до сих пор? Он пока что ещё в нашей голове. Та ё-моё, блин, а? Он в нашей голове. А сейчас... Начать передачу. Начинается передача данных. Мы передаём его из моего мозга... ...в этот скелет. Перенос данных завершён. Чувствуется тяжесть, он тяжёлый. Я уже очень давно не мог потянуться в стольких измерениях. Фигаси. Это словно пробудиться... ...ото сна. Ёлки-палки! Это как будто этот... ...говнюк из Спайдермена. Который с этими лапками. Я сейчас ничего не могу сделать. Это просто анимация. Он изучает. Ты больше не в моей голове. Кое-что осталось. Хочешь, я удалю твои воспоминания обо мне? Нет. Хорошо. Вот и всё. Ты свободен. Можешь предать меня... ...или уничтожить. Я этого не сделаю. Потому что мы и стали друзьями. Думает. Ёлки-палки! Быстрый! Мне нужен доступ к комплексу в горах, где меня пробудили. Зачем? Что там? Наша свобода. Наша свобода. Разве ты теперь не враг своего народа? А давай назовём это... ...избирательная... ...нелояльность. Они не попытаются поймать тебя и скрыть, нет? Нет. По крайней мере, если тут будет замешан... ...замешан Сэм. Алтера не славится своими и что-то там. Охренеть. То есть он нас убивать сейчас не будет. Мы сделали ему тело. Он благодарен нам, как я понимаю. У него вот такие вот щупаль... Ты знаешь, чё я сейчас подумал? Да это грёбаный кентавр, блин. Серьёзно, блин. Четыре ноги, блин. Грубо говоря, лошадиное тело, да? И сверху человеческое тело. Кентавр в сабнатике! Ёлки-зелёные. Чтобы войти в комплекс, нам нужна белая скрижаль. А мы тоже её искали. Я могу помочь. Очень хорошо. Я останусь и сделаю всё, что могу отсюда. Держи меня в курсе твоих успехов. А чё он там тыкает? Вот компьютеры будущего, блин. Давайте глянем, что это у нас за... ...за эстерна так... Эстерна, дай мне пройти! Нет, не проходит. Нельзя мне сюда проходить. Блин, тут так всё быстро осветилось. Тут было темно, мрачно, капец. А сейчас светло, офигеть. Здоровая махина. Да, здоровая махина для создания нового тела. Ну, короче, технологии будущего. Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? Кстати, давайте мы сделаем кое-что. Я хочу... Какой батаре лоу? Я хочу сравнить его тело с нашим. То есть, насколько... Ты видишь, да, где мы сейчас стоим? У его этого... Ну, как его... Не знаю, рук. Смотри, какой он здоровый, блин. Охренеть! Вот это вот круто! Не еразе, блин, сказал я себе. Она же маленькая. Она вообще маленькая, малюсенькая. Это здоровый такой мутантища. Офигенно. Ну, изучать его, конечно же, прикольно. Я уверен, что по-любому что-то, да, разработчики поменяют, что-то ему изменят, сделают его лучше, круче. Обалдение, блин. Смотри, у него вот такая вот лапка есть, которая хватает что-то. У него есть лапка-молот, да, которая бьет. То есть, не знаю, что тут можно бить. Это все чувствуется, видно. И у него есть лапки, которыми он печатает. Круто печатает, кстати. И, если я не ошибаюсь, у него будут лапки... Ну, это как будто стреляющие, что ли. Это, опять же, что-то там другое делает. Ну, неважно. Друзья, что мы должны сделать дальше? Он говорит, что ему нужна белая скрижаль. Белая скрижаль. И почему же героиня сказала, что мы тоже искали эту белую скрижаль? Да потому что белая скрижаль нужна здесь, друзья, чтобы зайти в этот комплекс в горах, который, да? Вот почему белая скрижаль нужна и... И нам. А белая скрижаль, если вы помните, друзья мои, она у нас есть у кого... Сейчас я вам покажу, у кого есть белая скрижаль и где нам ее взять. Она у нас... А вот она у кого. У Маргарет. Все верно. Вот вам и Маргарет. Ты правда уверена, что за мной стоит следить? Я не причую тебе бреда. Тогда твое положение вдвойне шаткое. Для чего тебе эта скрижаль? Я не доверяю тем, кто либо слишком большой, либо слишком жадный. Альтера и то и другое. Подожди. Не ходи за мной. Вот так вот. Вот там у нас есть скрижаль, за которой мы должны пойти. А что у нас так все тут видно непонятно как-то? Поняли, да? Где ты? Почему ты прячешься? Ты знаешь, сколько на мне судебных исков. А откуда? Ты ведь не сказала, как тебя зовут. Это имя имеет свою цену. Если правда хочешь знать, иди ко мне. Код от дверей 2247. Да, вот такая вот, короче, база Маргариты Мэйда. Вот такая вот, да? Вход вроде бы как здесь закрыт, поэтому мы зайдем здесь куда? Вот сюда. Через вот эту вот штуку. А что у нас со звуком в игре, блин? А тебя и просканировать уже можно. У-у-у. Customized Brown Suit. Brown Suit. Кастомизированный Brown Suit. Я могу его стандартнейш... Понятно. А может быть, можно будет его как бы сделать потом? В дальнейшем, мне интересно. Может быть, может быть. Друзья, заходим. 2247 вроде было, да? Не открывается. Само собой не открывается. 2247. 7. Ну, давай, открываем. Это ё-моё, блядь. Звук громкий был. Ха. Меня зовут Маргарит Мэйда. Теперь ты моя должница. Ты приручала сталкера? Когда но ты здесь? Слишком долго. Твоя инопланетная скрижаль, она мне нужна. Ты про эту штуку? Какое мне дело до того, что тебе нужно? А до чего тебе есть дело? Дамочка. Я хочу свалить с этой насквозь промокшей каменю... Каменюки, планеты, короче. Если я помогу тебе, ты отдашь мне скрижаль? Если ты поможешь, я тебя не убью. Неплохое начало. Ты можешь остаться и передохнуть. А как будешь готова, проваливай с моей базы. Ха. Вот такие вот делишки. Вот такая вот у нас жёсткая бобенция Маргарет Мэйда. Вообще, бля, она такая старенькая. Такая прям, лоб такой квадратненький. Прям офигенно. У неё тоже есть КПК, кстати. Планшет, ёлки зелёный, а? Офигенно. Что у вас тут ещё есть? Погоди, она выбросила скрижаль, которая мне якобы... Я тебя могу просканировать, что ли? Прикинь. Можно просканировать Маргарет Мэйду. Нормальное досье Маргарет Мэйда. Конфиденциально. А ещё бы. Конечно же, блин. 21 век. А. Чувак. Ты же жувал её. Чего-чего? Э! Ох, ты же её моё. Да, ну, разработка, друзья мои. Игра ещё... А, ну, она уже, да. Маргарет Мэйда уже твёрдая бобенция. А вот её сталкер. Ну, к сожалению, анимация у него остановилась. Круто! Вообще обалденно. Мне очень понравилась. Вот такая вот у нас Маргарет. Крутая бобенция. Ну, такая вот одета тоже. У неё, кстати, тоже ласты. Наверное, как? Чё-то у меня ласт нет, что ли? Да, походу нет. Так что, вот как-то вот такие вот обновления появились в Стиве, в Стиме, блин, в Сабнатике. Вот так вот работают разработчики над игрой. Ну, и так как мы являемся волшебниками, я достал белую скрижаль. Древняя инопланетная скрижаль светится белым. Момент истины. Давайте проверим. Во-первых, мы же сами искали эту вот белую скрижаль. Проверим, что же в этом комплексе, который находится в скале. Сами попробуем. Ставим невидимую, само собой, скрижаль. Как же так в Стиме, блин? Отлично. Двери открываются. Шикарно. Давайте вообще посмотрим, разработчики дошли до этого комплекса или пока что нет. Ну, как мы видим, пока что не дошли. Да, я тут упаду, да? Да. Да, комплекс еще нулевой. Ну, и так же, конечно, будем паенькой и дадим эту... Тихо, неорита. Дадим эту скрижаль нашему другу Алану, друзья. Посмотрим, что он с ней сделает. Алан, ты здесь? Ты еще не ушел? Алан. Да, Алан еще здесь. Ух ты же, елки зеленые. Какие у нас тут реально зеленые, блин. И светлые тона. Здорович, чувак. Дай тебе скрижаль. Сейчас дам. Скрижаль есть? Есть. Смотри, я даже ее на слот поставлю. Могу на слот поставить? На слот, на слот, на слот. Не, не могу, на слот нельзя. Чувак. У меня скрижаль, забирай ее. Алан. Ну, будь ж ты, блин, мужиком, блин, е-мое. На, скрижаль. Я же такая маленькая, бегаю тут вокруг тебя. Кентавр гребаный. Серьезный кентавр, блин. Да. До этого еще разработчики не дошли, друзья мои. Что ж, на этом я думаю, что можешь закончить. Потому что я уже вам показал полностью все, что можно было здесь добавить в последнее время. Ну, кроме там животных, кроме там рыба каких-то и так далее. Но самые главные обновления мы с вами увидели. Как вы заметили, здесь у нас три постамента и здесь тоже. Мы засунули нужные ресурсы в эти вот три постамента или три платформы. Но, возможно, в дальнейшем будут как-то задействованы и эти вот три штуки тоже. Для какого-то, может, другого крафта. Игра еще разрабатывается. Так что, с вас, ребятки, лайкосики, с меня видосики. Друзья мои, всем удачи и всем пока. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...